Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1526. 1 Тимофею 3.16. И беспрекословно. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 15 февраля 2020 года. Это было Сретение Господне. И кто-то там выставил где-то, я не знаю, ВКонтакте или где, мою проповедь. Я даже ее не нашел, где-то взяли и рисунками так украсили. Потом я дойду до нее. Наше обращение о помощи брату Игорю Барабашу, старости, помочь купить комбайн. То есть богатые. Помаленьку, может быть, наберется как-нибудь. И ролики. Четыре. Как фильм о нем. Бес боится поста и молитвы. Правильно. Это абсолютно точно. Поэтому всякими методами отбрыкивается от поста. Медленно считать. Считать и остановить курсором и дальше. Это вот батюшка Добрый. Плохо сказал о том-то, о Дворкине Федотов, отец Андрей. Ну, я им занялся. Четыре ролика его стоят здесь, за которые. И вот его там уже запретили в служении. Но надо встретиться, побеседовать где-то. Ну, то, что он отозвался, что Ленин хороший человек был. Ходил в Ленина. Там, где лежит труп этот злодея. Ну, вот туда ему и епархия, это все вынесло порицание. Я скажу, здесь епархия или метрополия там у них абсолютно права. Хочешь узнать, кто такой Ленин, обратись к Смирнову, отцу Дмитрию. Он выступает и говорит. Его хоронить-то нигде нельзя, земляне принимают. Большего преступника мир не знал. Злодей и людоед. Это открыто все понятно. Кто царя, царевич, княжон всех убил. Кто это все устроил? На распыл страну пустили. Вот он все расскажет вам. Я-то еще не столько знаю. Отец Дмитрий, можно назвать его близкий к патриарху, человек по военным делам, силовым структурам. Заботится этот батюшка подписчиков больше ста тысяч и проще. Как он поет, отвихляется перед микрофоном. Мне все это не понравилось. Но встречи нет. Пока устраивают нам, договариваются. Я его на лето пригласил и пожили, побеседовали, поговорили. Рукоположный явно до 30 лет. Сам говорит, ошибок натворил я много. Ну вот так. Вот я пишу его допустить, бедокрещение, как Максима Степаненко. Движение щуточку похоже на Спиридона Кислякова, когда он каялся, что посылал и благословлял солдат в Первую мировую войну. Служит уже, нет, он отрекся, что-то там его запретили. Это я про этого говорю. Потом увидите все это, покажу. Лавцы человека. Превратиться в монаха бывшего Михаила Баранова, Пренебзорова и Александра. Жалко всех. Я за Александра Невзорова молюсь каждый день. И видно, он просто потемнел весь от Курева там и... Без Бога, ничего дальше-то нету. Яма. Умный человек и так растратил себя ужасно. Считайте все. Ох, прелез. Что такое? Уходи. Прочитайте. Очень интересное рассуждение. Это люди, которые приходят на занятия у нас в сообщество. Елена Нагалышева, как говорит Игнатий Тихонович, даже у Еретиков, можно поучиться хорошим. Взять только его. А в Ереса сбросить. О ком тоже, я не знаю, это говорят. Они тут ночью я утром расставляю. Все на своей пути. Не будьте побеждены злом, но добром побеждайте зло. Вячеслав написал, и тоже Марина Михайлюк. Это апостол Павел сказал, Риммам 12.21. Вот возьми, какие у нас сестры. Виктор Савченко написал. «Ровно 26 лет назад я пришел на занятия по изучению Слова Божия в Политехническом университете. Тогда вы на меня, говорит, начинали читать и разбирать вторую главу Евангелия от Матфея по толкованию блаженного фифилакта. До этого момента я искал мудрость языческую. Считал и конспектировал труды греческих пилотсов-стоиков. Он был там у кришнаитов. Но Господь через вас показал мне свою божественную мудрость и уловил меня в евангельские сети. С тех пор этот день моей жизни я называю днем Евангелия, когда свет Евангелия стал просвещать мою душу и толкование святых отцов в православной церкви, разъясняя истинный смысл божественного писания. Я был поражен вашей эрудицией, вашими знаниями Святой Библии, Святых Отцов Церкви. В веревке моего ума не могли достичь колодезя мудрости. Примерно так говорила одна женщина, святитель Иоанна Златоусту в древности. Твою мудростью, которую я слышал в ваших проповедях. И по сей день масштабы вашей деятельности удивляют меня и многих-многих людей. Тех, которые искренне ищут Иисуса Христа и Слово Его, которые ищут истинной православной веры среди вымыслов человеческих, которые жаждут правды, ненавидят ложь. Низкий вам поклон от всех нас и меня лично. Слава и благодарение Иисусу Христу. Прошу вознести молитву, благодарение и славословие нашему Создателю. Аллилуйя. 14-го. То есть это день раньше было. 14-го. О-о-о. Ведь я не забыл. 14 февраля пришел у нас в университете на школу. О-о-о. День Евангелия. Теперь уже заговорили, Виша. Виктор Савченко. Сергей Евтушенко. Игнать Тихонич говорил, наши праздники изменить бы на евангельские, как, например, встреча Савва со Христом. Вот так пишет Виктор. Учили бы не стишки про елочку, а стихи из Писания. Рассказывали взрослым и им бы дарили за это подарки. Вот как еще рассуждают. Иван какой-то зашел, говорит, а мы после встречи с Игнатием Тихоновичем? Ну, я не знаю его. Иван, Иван, какой-то Иван тут есть. Вот. В нашей семье елки даже не ставились. Все. День прогона из храма миновщиков и торгующих. Так это на последней неделе. Вертепный понедельник называется. За то, что Иисус в храмах назвал вертепом. Праздник такой есть. День победы над Симонии. И нет победы, и праздника нет. Один увидел про Елену, спрашивает. Так Елена, это та девушка, которая ведет Инстаграм? Сергей заказал визитки. 35 копеек за штуку. Заказал 7 видов. По 7143. Каждого вида. Итого 50 тысяч штук. 50 тысяч, это... 1017 заплатил. 50 тысяч, это маленький город, можно обеспечить. А Сергей говорит, в последний раз заказывали в 2016 году 50 тысяч штук. Разошли за 4 года. А это я пишу в администрацию форума. Охота вас чем-то отблагодарить. Ещё нет. Ну, тихотворение строительный отвес. Там было ещё, может быть, и было уже. Недохлая мара. Охота. Аминь, 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 говорит, под моими стихами можно поставить. Субтитры создавал DimaTorzok Что ты, Вячеслав? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повторение тут какое-то... Ну, сойдёт, ладно. Копал, потому что оно ещё выключало электричество, и оно тут всё перепутало. Ну, сейчас я повторю пошёл. Там прокидываю быстрее День Евангелия, это было сейчас. Эта система меня тут напутала. Свет выключает третью ночь подряд. А тут включённая запись идёт. Субтитры создавал DimaTorzok Так это ещё же такое-то повторение. Ну... Так, что ж такое, как убрать-то? Вот теперь надо где-то узнать, где до какого места повтор. Субтитры создавал DimaTorzok Да... Тут надо всё убирать, и там ещё останется. Вот это лапсы человеков. Сейчас первая, вторая, третья, четвёртая. Прощание с приходом, прихожанами. Ну, а тут больше, чтобы было так... Показать можно даже. Сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, он тут вот всё это прористывает. Повторение нашлось, а потом уберу это. Система меня тут всё это перепортила. Нету ничего больше, вроде бы. Вещерняя была, помолились. А вот теперь Холодков Сергей Прислали туда, в Казань, из Барнаула. Я говорю, ну, познакомься. Вот я о нём точно говорю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, я пишу тут. В 3467 стихах у меня за 9 лет проповеди в стихах Слово Иисус встречается столько-то раз Христос и Иегова Библия. И в 33 томах открытым оком за 9 тех же лет. Слово Христос 43126 раз. Вот такое. Ну, всё, день-то прошёл хорошо. Всё, сижу тут. Глаз закапываю. В интернете торчу. И на этом всё. Вот, всё. Продолжение следует...